Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Татьяна, вы находитесь на моем канале. Я уже по обыкновению частенько вещаю из автомобиля, потому что оно просто так складываются обстоятельства. В данный момент я еду с работы, ну еще не еду, стою, с работы домой покушать, поэтому, вот, поэтому, в общем-то, включение. Сегодня у нас новый влог, я вас с этим поздравляю. Если вам интересны подобные девчачьи видео, оставайтесь со мной. Сегодня у нас погода прям, займи, но выпей, честное слово, вообще, дождь идет, такая слякоть, плюс 5 всего. Ну, хорошо, что у меня есть вот эта пальта, я укуталась, и все, и супер. На самом деле погода отвратительная, правда, все. Слушайте, должна вам показать, вчера готовила тевтели. Ну, возможно, ни для кого я никакого секрета не открою, да, но просто я так никогда не делала, сделала впервые. В чем прикол? У меня была говядина, грудинка, кажется, достаточно такая жирная говядина, и была куриная грудка, не знала, что из этого приготовить, в итоге решила сделать тевтели. Смешала куриную грудку целую и говядину, достаточно жирненькую, и решила побольше подливки сделать, да, ну, чтобы не суховато было. Здесь лук, морковка, томатная паста и свежие помидорчики. Две луковицы, одна большая морковка и полтора больших помидора розовых. Слушайте, девочки, это такая вкуснятина, я вообще балдею, нереально вкусно, прям класс. Я обычно делала всегда поменьше, ну, вот именно овощей, да, то есть было больше жидкости заливки вот этой, с пюрешечкой. Как же это вкусно получилось, я вообще в шоке, девочки. Я не знаю, так что, не знаю, расскажите, как вы делаете. Также много добавляете овощей или поменьше, но мне очень понравилось. И, кстати, именно куриная грудка с говядиной вполне себе вкусно, не обязательно слина, говяжий фарш, как оказалось. Так, вот мой обед, девчонки, пюрешечка, эти тевтели. И вот, смотрите, такие штуки. Кто-то скажет, боже, что это такое. Но дело в том, что я, девчонки, такой человек из разряда, знаете, который из солений, да, домашних, выковыривает все. То есть чеснок, если там, допустим, лук есть, или что-то для цвета кладется туда, там, ну, я не знаю, морковка или еще что-то. Но чеснок я стабильно выковыриваю из закатки, естественно, его ем. Так вот, вот это, это вот такая штучка, называется она Рагмак. Это производитель, которого я вам уже показывала. Я тут в магазинчике в небольшом у нас покупаю. Это дары армянской земли, лечо, которое мне очень нравилось. Я его прям много раз покупала и в приготовлении блюд использовала, и так просто в качестве закуски. Так вот, здесь, я так понимаю, стебли зелени, кинза, может быть, петрушка, не знаю. И вот они замаринованы. Но не могу сказать, что это какой-то прям супер-пупер продукт, да. Может быть, второй раз я даже покупать не буду, но так погрызть для любителей чеснока в закатке и так далее. То прям вот самое то. И чаечек, кружечка из фикс-прайса, все как полагается. Я же пью сейчас вот эти витамины, вот комплевит, они, комплевит сияния в данном случае, они принимаются один раз в день во время еды. Что хочу сказать, вероятнее всего, от них у меня просто какой-то зверский аппетит. Я не знаю, я хочу есть, я вот с утра хочу есть. Я сегодня завтракала, хотя обычно я вообще не завтракаю, мне не лезет еда с утра. А тут я прямо и позавтракала, и в обед я уже бегу домой, потому что хочу есть. Ну, не знаю, я как бы начинаю беспокоиться о том, что меня просто разнесет от этих витаминок. Ну, посмотрим, посмотрим на действия. И да, если кто-то будет кушать, то, конечно же, приятного аппетита. Хочу показать вам еще вкусный чаек, вот такой прям посоветовать вам. Смотрите, это, по всей видимости, какая-то новогодняя серия была, Christmas Mystery от Greenfield. Это чай такой, знаете, прям вот новогодний аромат имеет. Он с корицей и цитрусовыми. Я сейчас вам прочитаю, что у него в составе. Мне очень понравилось и захотелось даже вам рекомендовать. Так, с ароматом апельсина и лимона. Состав чай черный байховый, корица, натуральные ароматизаторы лимон и апельсин, яблоко, сушеная, гвоздика. Очень классно. Это что-то среднее между чаем с корицей и цитрусами и глинтвейном. Знаете, вот очень вкусный чаек. Особенно вот в такую какую-то зябкую погоду, как у нас сегодня, очень классно горячий попить. И аромат стоит, кстати, на весь дом. Ароматизаторов не надо. Так что присмотрите, девчонки, он бюджетный, продается в пятерочке. Мне понравился, я вам прям рекомендую. Стоит у меня уже несколько дней пакет, но я, опять же, ну вот просто мне уже не позволяет совесть пользоваться чем-то, что я купила и не рассказать об этом вам. Поэтому, в общем, вытащила отсюда только колготки, потому что они мне были крайне необходимы. Итак, девочки, это магазин Планета Одежда и Обувь. У нас в Анапе таких, по-моему, два. И где-то есть они еще. Честно говоря, я не знаю, это вообще российская сеть или как. Но я поинтересуюсь, если вам нужно, я узнаю, где еще, в каких городах они есть. Так вот, цены там запредельно низкие, просто нереально низкие. Я прям с ума схожу, когда туда захожу, просто как ненормальная. Потом в машине полчаса Роме рассказывает, да как так, откуда такие цены и качество такое. Ну, в общем-то, колготки я купила 149 рублей, 40 ден, с вот такими вот трусиками кружевными. Они не очень высокие, они прикольные, такие, знаете, плотненькие. В общем, мне очень сильно понравились эти колготки. У меня здесь сколько ден? 40, 77 полиамид, 20 лайкра, 3 хлопок. Господи, даже хлопок есть, ничего себе. В общем, классные колготки. Я купила такие в черном и в бежевом цвете. Вот это черные, только черные. А почему черные 20 ден? Вот слепошарые, ну что тут скажешь. Ладно, по 149 рублей колготки. Дальше поехали. Крышесносные моменты, от которых я вообще в полном шоке. Посмотрите. Вы только послушайте, ожог, это, конечно, ужас, но скоро пройдет. Посмотрите на эти носочки, девочки. Вы посмотрите на этих мышат. Кто здесь мышат? Зайчики, зайчики, носочки, состав. Давайте-ка мы посмотрим состав. Ну-ка. Интересно даже, что написано. Состав. 95 хлопок, 3 полиамид, 2 эластан. Девочки, цена, блин, цена этих носок, посмотрите. Ой, а почему не видно? Интересно, а вот 35 рублей, девочки. 35 рублей хлопковые носки с ушками. Очень классные. У них даже упаковка какая-то прикольная. Смотрите, везде бумага крафтовая, натуральная такая. Очень мне понравились. Я прямо их как увидела, так сразу зацепила. В фикс-прайсе такие стоят рублей по 70. Так что да, фикс-прайс охренели маленько. Вот такие еще светленькие взяла. Тоже 35 рублей. Обалденные носочки. Я все хочу их уже надеть. Но я не могу, потому что вам показать нужно. Дальше. Еще носки взяла для Ромы, само собой. Это вообще 20 рублей. Смотрите, 80 хлопок, 15 полиамид. Я так предполагаю, 5 эластан. Да, размер 42-48. Ну, у нас, да, 45-й растоптанный. Поэтому вот. Вот. Тоненькие хлопковые носочки. Дальше. Вот это уже потолще. Бамбук. Если помните, одно время такая серия на фикс-прайсе тоже продавалась. Здесь у нас 85% бамбук, 10 хлопок, 5 эластан. Но цена, твою мать! 25 рублей. 25, девочки. Карл, 25 рублей. Я вообще в шоке. Где такие цены? Я не могу. Так, и еще одни такие черные. Спорт тоже 25 рублей, девчонки. 25 рублей. Мне кажется, я давно таких цен не видела. Себе взяла вот такие тапки. Пушистики. Что-то мне очень захотелось. Под мой розовый халат от Василька. Я его прям обожаю и таскаю много и часто. Но, правда, они мне прям впритык-впритык. Тут написано 40-41 размер. Ну, конечно, это китайский размер. Он немножко не соответствует. А у меня по факту 38,5-39. Но мне вот они впритык. Но так они мне что-то приглянулись, девчонки. Я не знаю. Но тапки подороже. Тапки около 400 рублей. Но я вам попозже по чеку скажу. Что я заметила на кассе, уже у девчонок, когда рассчитывалась. Вот такие карт-холдеры. Смотрите. У меня же дофигища карточек всевозможных. И вот они хранятся. Я постоянно приезжаю в магазин. И, как назло, карточки под рукой нет. Вот это меня уже замучило. В каждой сумке по 15 этих карточек. В общем-то, мне нужно их как-то все соединить воедино. А в фикс-прайсе те карт-холдеры, которые продаются. И я там уже один раз его купила. Они такие, ну, простите за выражение, ублюдочные. У меня просто слов нет. А здесь, гляньте, прям такая красивая текстура. Как будто бы они прям кожаные. У меня как раз из Паула Конт такой есть кошелек малинового цвета кожаный. И вот этот очень похож карт-холдер. И здесь, ну, я не знаю, на сколько штук они, кстати, но достаточно много. Вот сколько здесь штук? Штук 20, наверное, есть. Или нет? Ну-ка. Сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 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 шестнадцать. Короче, по-моему, 20 штук. Да, я, наверное, неправильно перелистала. Вот, девочки, очень понравился. Маленький такой, аккуратненький. Даже в малюсенькую сумочку положите, то будет классно смотреться. Сто сорок девять рублей стоит. Класс. Вообще просто пищу. Дальше. Что самое интересное для меня, девочки, смотрите, зингер. Но, вероятнее всего, это какая-то подделка. Конечно, как зингер может стоить сто сорок девять рублей. Это, девочки, типсорез для маникюра. У меня есть типсы, но нет типсореза. Я как-то хотела себе нарастить дома ногти. Но у меня же все для этого есть. Нарастить ногти подлиннейше. Но без типсореза это как бы невозможно. Я его опробовала. Ну, я наращивания не делала. Я просто опробовала его, резанула типсу. Обалдеть. Вообще, как лезвие. Классно режет. Просто нереально. Челк и все. И ее нет. Без каких-либо зазубрин, без ничего. Отлично. Так что, да, тоже сто сорок девять рублей. Смешно. Просто смешно. Еще я там была, я закинула тени себе в корзину. Там такие красивые цвета были. Но, вероятнее всего, это какие-то китайские тени. Честно говоря, я не знаю. Там никогда косметику не брала. Но очень стало любопытно. Красивые были цвета. Я смотрю, девчонок вокруг много ходит. В общем, я закинула в корзину. Но, видимо, выронила их. Приехала домой, так расстроилась. Хотела посмотреть. В общем, любопытнее всего, были тени. А в магазин этот я вообще попала чисто случайно. С Ромой ездили. Ему там нужно было в магазин по соседству. Я говорю, все, тормози. Я быстренько побегу. И вот как только ты позвонишь, я прям сразу вылетаю. Прям сразу. И тебе даже ждать меня не придется. В общем, лишь бы он меня туда отпустил. Так, в итоге сумма моей покупки составила 1135 рублей. Самое дорогое здесь было тапочки. 399 рублей, да. Вот. Так что, девчонки, я не знаю. Классный магазин. Я очень хочу туда съездить еще. Правда, не знаю, когда. Но в ближайшее время, думаю, съезжу. Носки просто зачетнейшие. Такие они классные. Я прям не могу вообще. Так что, да, напишите, есть у вас такой магазин или нет? Совершенно ничего не успеваю. Поэтому покажу сейчас быстренько вот в таком формате. Мне сейчас приходят посылочки с Алиэкспресс, которые я назаказывала в порыве страсти к этому магазину вообще. Что-то мне попадались товары такие, которые очень классные. Один за одним. И, в общем, Остапа несло без остановки. Смотрите, сейчас опять прилетело белье. Остался еще, по-моему, один комплект, который до меня не долетел. Собственно, тот самый главный, с которого и начался заказ белья. Смотрите, что я заказала себе, девочки. Вот это я вообще заказала для сна. Гляньте. Это вот такой хлопковый топ. Здесь у него есть формованная такая чашечка. Она без пушапа, без ничего. Просто чашечка формована. Сзади таким образом он просто надевается через голову. И вот такие перекрещенные на спинке получаются брители. Вы знаете, мне очень сильно понравилось. Я, наверное, вставлю вам сейчас где-то сбоку, как это выглядит на сайте. Чтобы вы хотя бы примерно понимали, а то мои рассказы вот такие. Посмотрите, посмотрите, непонятно что. Вчера я примерила. Очень классно сидит. Очень красиво. Прям класс. И вот такие здесь трусики. Трусики тоже хлопковые. Здесь есть ластовица. С этой стороны тоже, смотрите, хлопковая ткань классная. Вот. В общем, я для сна купила, говорю. Все померила. Отлично. Отличный комплект. Размер мне подходит. Все замечательно. Смотрится до безобразия. Стильно. И прям так красиво. Мне очень он приглянулся. Все вам напишу и цену. И увидите фотографию. Если что, заходите, гляньте. Может быть, вам тоже такое нужно. Потому что я в восторге. Мне уже не терпится просто постирать и надеть такую прелесть. Здесь еще два комплекта. Девчонки. Это уже, это уже прям такое белье по случаю. Можно, конечно, его надевать и просто в обычные дни. Но мне как-то оно больше ассоциируется с бельем по определенным случаям. Вот такой лиф с корсетом. Корсетного типа. Очень красивый. А здесь, значит, что у нас? Лямочки не отстегиваются. Здесь красивый такой бантик. И вот такая дырочка. Тоже классно очень смотрится. Очень большое количество крючков. То есть, все держится очень хорошо. Сам лиф имеет... Сейчас я покажу. Вот, у меня ругали за прошлое видео, что я не показываю. Есть пушап, нет пушапа. Сам лиф имеет небольшой пушап. Но у него есть еще вкладыши, которые я вытащила. Потому что иначе просто грудь к горлу подкатывает. Поэтому вот так. Вот. Вот этот комплектик в черном цвете классный. Трусики выглядят вот таким образом. Ну, все понятно, я думаю, да? Трусики как трусики. И точно такой же у меня в белом цвете. Почему-то я думала, что наиболее эффектно смотрится именно черный вариант. Но когда я примерила... Ой, девочки, как же мне понравился вот этот белый комплект. Это просто что-то с чем-то. Как красиво он смотрится. Я просто обалдела, если честно. Прям вот. И не я одна могу сказать. Вот. Так что имейте в виду. Цена там, опять же, бюджетная. То же самое, что вы купите в магазине как минимум за пару тысяч. Это в лучшем случае. Там вы купите значительно дешевле. Ссылки я вам оставлю. Ластовица также хлопковая здесь. И с обратной стороны выглядит вот таким образом. Лифт. Там есть небольшой пушап. И вставки, опять же. Но это если вам нужно, то как бы вот. Смотрите, я сейчас поближе вам покажу качество. Вот смотрите. Я ничего, никаких ниточек еще ничего не обрезала. Даже не рассматривала. Вот смотрите. Вот так это все выглядит. Здесь еще бантик есть. Вот, собственно, этот корсет. Это кружево очень приятное. Кружево не дешевое. Смотрите. Здесь, знаете, как с одной стороны кружево. А с обратной стороны есть еще сеточка, которая держит это кружево. Резиночка очень приятненькая. Так что да, девчонки, как-то мне повезло. Я наткнулась на классные товары. Так что довольна сама и рада, что вам такое могу показать. И еще, кстати, момент по поводу того, что был у меня там один злобный комментарий. Типа, ой, вы думаете, что все это будет носиться? Ну, то, что я покупала в прошлый раз, тоже комплекты белья на Алиэкспресс. Я вам могу сказать, я не думаю, что это будет носиться. Я это ношу, ношу с превеликим удовольствием. Белье от Интимиссии лежит в стороночке. Ну так, если что, к слову, да? А вот это белье я ношу с превеликим удовольствием. Особенно бирюзовый комплект, который вам показывала в прошлый раз. Я просто от него в восторге в полнейшем. Так что да, девочки мои хорошие. Оставлю ссылочки, проходите, смотрите. Вдруг вам тоже будет такое интересно. Придется сегодня снова идти на почту. Потому что мне вчера вручили чью-то чужую посылку. Одну мою и одну чужую. Хорошо, что я как-то, знаете, пощупала. Смотрю, там что-то пластиковое, какая-то бутылочка. Я такого не заказывала. Потом думаю, ну может быть, это производитель что-то запаковал таким образом. Слава богу, я догадалась прочитать получателя, да, инициалы. И поняла, что это явно не моя. Тут какая-то Карина Рафиковна. И как бы придется относить обратно посылку на почту. Мне же больше делать совершенно нечего, правда? И вообще обслуживание на почте, это, я не знаю, это организация действительно филиал Ада на земле, правда. Вот если бы можно было жаловаться каждый день на них, если бы это что-то решало, я бы жаловалась. Во-первых, потому что обслуживание отсутствует просто вот по определению. Во-вторых, эти несчастные девочки, они там зарабатывают три копейки на этой почте. Понятное дело, что никто не хочет работать, и никто, ой, ну это вообще отдельная тема. Так что да, заеду поменяю эту посылку, надеюсь, что мне дадут мою. У меня их там сейчас очень много должно прийти, но почему-то очень долго идут они. Может быть, они и лежат уже давно, но новенькие девочки, которые там сейчас работают, не особо стараются работать. Вот, кстати, что хотела сказать. Села в машину сейчас ароматизатор. Хоть мне многие писали, что у него отвратительный запах, он какой-то химический, резкий, вообще чудовищная вещь, ничего подобного. Прекрасный ароматизатор, приятно пахнет. Я сейчас приеду на работу и покажу вам тот самый японский ароматизатор, о котором спрашивали. Многие говорили, что лучше японских просто нет. А, он у меня, кстати, есть здесь сейчас. Даже ехать никуда не надо. Вот, смотрите, вот они, эти японские ароматизаторы. Вот, как он называется? А, Е и Коша, или Е Коша, как-то так. Вот таким образом они выглядят. Блин, засветы такие. Вот так они выглядят. Вот. Он еще совсем чуть-чуть пахнет. Он несколько месяцев у меня лежал в машине. Продаются они у меня в магазине. Стоимость 400, по-моему, с чем-то рублей. Ну да, он хорошо пахнет, но его не хватает на год, как они заявляют, и близко. Никакого года и речи быть не может. Поэтому, ну, нормальный ароматизатор фикс прайс. Месяц полежит, выбросите. В чем проблема? Тут как бы, как хотите. Хотите, покупайте такие. Дело в том, что я себе могу просто на работе у себя взять и положить в машину. Да, и цена мне выйдет дешевле, потому что у меня же покупки оптовые. Но я не пренебрегаю ароматизатором из фикс прайс. Блин, он мне тоже нравится. Так что да. Все, мои миленькие, красивенькие, замечательные девочки и мальчики. Я побежала, потому что мне очень нужно на работу. Все. Я вас люблю, я вас целую. Пока-пока.